Лучший подарок для службы скорой помощи это надежный автомобиль, который и в пути не подведет и успеет на вызов к пациенту. Не один, а три спецавтомобиля получила Щелковская подстанция. Три новенькие «Газели НЕКС» поступили на Щелковскую подстанцию скорой медицинской помощи. Две из них уже на маршруте, третья вот-вот выйдет за территорию подстанции. Очень необходимые автомашины общего назначения. Они еще многим людям спасут жизнь. Юрий Кулагин работает фельдшером на скорой 20 лет. Много больных вытащил буквально с того света. Использовал разное медоборудование. Дефибрилляторы, которыми оснащены новые автомобили, оказались максимально простыми в использовании. При всех заболеваниях могут быть осложнения, при которых надо будет пользоваться дефибриллятором. Включается он зеленый, здесь показывается работа, что он может работать. И специальные устройства, то есть и для взрослых, и для детей. То есть не ошибешься. Новые кареты скорой приобретены по программе губернатора Андрея Воробьева. Автомобили вышли на линию, заменив собой те, что выработали свой ресурс. Оборудованы по усовершенствованным стандартам оказания медпомощи. Наряду с дефибриллятором автомобиль укомплектован реанимационными наборами, отдельно для детей и взрослых. Мобильным комплектом для пациентов с ожогами, аппаратурой для подачи кислорода, что крайне необходимо больным с тяжелым поражением легких при коронавирусе. Не автомобиль, а госпиталь на колесах. Я ее сегодня первый раз принимаю, поэтому сегодня первый день. Теплая, с выдвижной лестницей для пожилых людей. Поступившие в распоряжение скорой автомобили закреплены за постами в МОНИ на биокомбинате и центральной подстанции в Щелкове. Ежесуточно на линию выходит 21 бригада. Из них три на новеньких газелях. Техника нам была очень необходима, потому что еще раз повторюсь, парк у нас был, автопарк изношен. Конечно, поломки были частые. Бригады приходилось пересаживать на резервные машины. Сейчас бригады на какую машину сели, и целые сутки они на ней будут работать. Соответственно, прибытия на вызыва у нас будут быстрее, и пациентам будет в этих машинах комфортнее. До конца ноября медслужба получит еще семь новых автомобилей, два реанимационных и пять общего назначения на базе шасси «Форд». Их закупкой занимается Московская областная станция скорой помощи. Михаил Налетов, Александр Оржевский. Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok